ГТРК Кубань продолжает совместную акцию с Росфондом. Сегодня история Ульяны Жуковой из Отрадненского района. У 7-летней девочки посторонняя сенсоневральная тугоухость третьей степени. Ей требуются слуховые аппараты. Подробности в следующем сюжете. В три года Ульяна тяжело заболела гриппом. Девочку даже положили в больницу. Врач назначил антибиотики, и именно они и стали причиной потери слуха, уверена мама девочки. Неладная с Ульяной впервые заметили, когда ей было 3,5 года. Она перестала разговаривать, замкнулась в себе. Нам воспитатель в садике сказала, что у вас ребенок жестами общается, и обратитесь к сурдологам. Врач поставил диагноз тугоухость третьей степени. Вот уже несколько лет Ульяна пользуется слуховыми аппаратами. Только с ними она может заниматься слогопедом, читать. Ее речь постепенно восстанавливается. Несмотря на недуг, у малышки много друзей. Она очень веселая и общительная. На следующий год Ульяна должна пойти в первый класс. Но для этого ей требуются новые слуховые аппараты. Она очень хочет пойти в школу. Это ее мечта – пойти в школу, ходить в школу, быть с детками. Ульяна нуждается в сверхмощных цифровых программируемых многоканальных слуховых аппаратах. Они помогут компенсировать снижение слуха, будут способствовать развитию речи девочки. Она сможет нормально развиваться. Чтобы купить такие слуховые аппараты, семье не хватает более 170 тысяч рублей. Поэтому родителям Ульяны только и остается надеяться на помощь. Чтобы девочка могла слышать, достаточно отправить СМС-сообщение со словом «Дети» на номер 5542. Оно стоит всего 75 рублей. Но даже такая маленькая сумма поможет Ульяне начать полноценно познавать окружающий мир. Вероника Стороженко, Денис Сенькин и Антон Приходько. Вести Кубань, Отрадненский район. Продолжение следует...